Когда не хватает острых и опасных ощущений в реальной жизни, мы легко восполняем их с помощью фильмов. Особенно таких, которые держат в напряжении с первой и до последней минуты. Так что если нервы уже заскучали, а кровь успела загустеть, вот 10 хороших фильмов. Не дыши. Это картина уругвайца Федерика Альвареса, снявшего ленту «Зловещие мертвецы. Черная книга». Фильм по меркам Голливуда бюджетный и сделан всего за 9,8 миллионов долларов. По сюжету, трое приятелей Алекс, Мани и его подружка Рокки промышляют мелким грабежом. Однажды они узнают, что в заброшенном районе Детройта живет одинокий ветеран Ирака, ослепший в результате взрыва. Ему достались деньги в качестве компенсации за дочь, погибшую в аварии, которые он хранит у себя в доме. Поэтому Алекс, Мани и Рокки решают его ограбить. Ну то есть ведь нет ничего проще, чем проникнуть в дом к инвалиду, обчистить его и уйти с награбленным добром. «Триста тысяч! Бум!» Но это в теории. После проникновения в дом начинается череда приключений, которые с каждой минутой становятся все опаснее. И где-то к середине даже превращают в криминальный триллер в настоящий фильм ужасов. Напряжение не ослабевает ни на минуту. В тихом омуте Как правило, поставленные дебютантами фильмы не блещут высоким качеством. Но данная картина скорее исключение. Автор ее Адам Рэндалл. Он создал довольно напряженный, качественный триллер, в котором многое не то, чем кажется на первый взгляд. В центре истории семья. Муж, жена и сын подросток. Жена, семейный психолог, попавшийся на измене, а сын болезненно переживает потенциальный разрыв. «Хватит играть в счастливую семью! Ты ее нахрен разрушила!» Ну и муж-детектив мечется между служебными обязанностями и бардаком в доме. Параллельно расследуется похищение детей, и пока детективы изучают улики и проверяют версии, в доме семьи главных героев начинают происходить странные вещи. Это приятный и достаточно оригинальный в плане сюжета триллер, который специально играет со зрительским восприятием, развиваясь в ложных направлениях лишь для того, чтобы в какой-то момент вывернуть все события истории. «Я не понимаю, что происходит!» «Демон внутри» «Демон внутри» или в оригинале «Вскрытие Джейн Доу» это мистический триллер норвежского режиссера Андре Авридала. Все действие здесь замыкается в подвале жилого дома, который служит местным моргом. Главные герои – отец и сын Тильдены, потомственные коронеры, чей дом и он же морг находятся на окраине провинциального городка. Уточню, коронер – это должностное лицо, специально расследующее смерть, имеющее необычные обстоятельства или произошедшее внезапно, и непосредственно определяющее причину смерти. «Говоришь, он не задохнулся?» «Я говорю, подумай, потом делай выводы». Так вот, главным героем привозят тело неизвестной девушки, которую, как и многих неопознанных в Англии, называют Джейн Доу. В доме, где её нашли, произошло тройное убийство, а неопознанный труп был найден наполовину закиданной землёй в подвале. Этот фильм получился редким примером качественного минималистичного ужаса без лишних сложно сочинённых сюжетных придумок. Привлекает отличной актёрской игрой и напряжённой атмосферой холодящей крови. И он точно не для слабонервных. Охота. Это одно из последних творений студии Блюмхаус. Фильм написали авторы сериала «Хранители», а спродюсировал сам Джейсон Блум, основатель студии. В центре сюжета фильма некая группа людей, состоящая из 12 незнакомцев, которые приходят в себя в лесу. При этом они не знают, как они здесь оказались, но постепенно понимают, что стали целью для группы богачей, которым наскучили привычные развлечения. Это яркая и зрелищная чёрная триллер-комедия не для слабонервных. Поклонники Орвелла наверняка ценят отсылки к скотному двору, а остальные точно порадуются, что не оказались на месте главных героев. Динамичное, неглупое, местами смешное и увлекательное кино. Под покровом ночи По сюжету фильма у Сьюзан роскошная жизнь в Лос-Анджелесе, прекрасный муж и собственная галерея. Но однажды она получает неожиданную посылку от бывшего супруга. Он хотел бы встретиться, но сначала просит прочитать его новый роман. Ну а Сьюзан же даже и не подозревает, что как только она откроет рукопись, она вернётся в прошлое, которое считало успешно забытым и укрытым от посторонних глаз. Это умный и эмоциональный триллер, в котором повествование почти сразу начинает разворачиваться в трёх плоскостях. Настоящее прошлое и вымышленный мир книги. И несмотря на некоторую медлительность, фильм с первых же минут держит в напряжении, увлекая зрителей в бездну непростых взаимоотношений и до самых титров не даёт оторваться от экрана. Дело Каллини Судебная драма, основанная на немецком бестселлере Фердинанда фон Широха, одного из самых известных авторов современной Германии. Действие фильма разворачивается в 2001 году. В президентском люксе дорогого отеля от рук убийцы погибает известный немецкий бизнесмен. Преступник при этом даже не пытается скрыться, а полиция, естественно, его легко задерживает и быстро устанавливает личность. Это живущий в Штутгарде итальянец Фабрицо Каллини. Защищать его в суде берётся молодой адвокат, который, несмотря на некоторые трудности, решает, что правосудие всё же важнее. Каспар, ты не можешь его защищать? Этот фильм – отличный пример того, как увлекательно могут выглядеть все этапы судопроизводства, а наблюдать за детективной составляющей этого фильма захватывающе и интересно. Потому что это не важно. Адвокат, вам пора. Нет, это важно. Всё, всё, достаточно. Чёрная бабочка Сюжет строится вокруг писателя Пола в исполнении Антонио Бандераса. Он сталкивается с творческим кризисом и селится в уединённом доме, чтобы найти вдохновение для нового киносценария. Большую часть времени он проводит в лесной глуши с бутылкой спиртного, но однажды после дурацкой случайности он знакомится с бродягой и оставляет его у себя на ночлег. Узнав о писательском ступоре, загадочный гость вызывается помочь в преодолении этого авторского бесплодия. Не ожидал такого поворота до пола. Первые полчаса фильма проходят в размеренном темпе, а затем на экране начинается лёгкое безумие. Можно, конечно, отыскать в сценарии пару-тройку неувязок и некоторые моменты приходится домысливать, но в целом интрига сохраняется до самого конца и смотрится на одном дыхании. Втыкаешь нож, перерезаешь глотку, он валится на землю и всё, готов, покой! Логово монстра Это картина Дина Девлина, который дебютировал в режиссуре фильмом-катастрофой Геошторм и Логово монстра его второй фильм в качестве режиссёра. Сюжет здесь строится вокруг друзей, которые работают парковщиками и занимаются мелким воробством. Наслаждайтесь ужином! Пока клиенты сидят в ресторане, один из них стоит на стрёме, а второй на чужой машине едет в дом владельца и проверяет апартаменты на наличие чего-нибудь интересного для них. И вот однажды один из друзей попадает в роскошный дом, принадлежащий мрачному владельцу Мазерати, после чего жизнь приобретает новую остроту. Вне всякого сомнения, главный злодей здесь в исполнении Дэвида Теннента украшает это кино, хотя в кадре его на самом деле немного, и в этом, наверное, кроется недостаток. Но, тем не менее, у картины отличный саспенс. Сценарий постоянно подкидывает главным героям неприятные ситуации, а сама история выглядит живой, захватывающей и держит зрительское внимание от начала и до конца. Главный герой фильма — бывший преступник, а ныне информатор ФБР. Его внедряют в польскую мафиозную группировку, действующую в Нью-Йорке, и после неудачной спецоперации он вынужден остаться под прикрытием дольше, чем он рассчитывал. Вскоре Питт начинает понимать, что ФБР бросило его на произвол судьбы, а мафиозная группировка грозит расправой с дочерью и женой за невыполнение заданий. Фильм на самом деле очень быстро разгоняется, не останавливается при этом ни на секунду и дожимает финалом. Крепкий криминальный триллер с Клайвом Оуэном, Розамонт Пайк и Юэлем Киннеманом. Ты мне обещала. Крутые миры Сюжет начинается с того, что ловкий вор крадет сумку, содержащую гораздо больше, чем просто бумажник, и привлекает при этом внимание полиции. На его след выходит дерзкий спецагент, и уже вдвоем они становятся мишенью тайной преступной организации. Авторы фильма максимально постарались соблюсти основные каноны жанра, то есть непрерывный экшен, драки и погони иногда прерываются короткими диалогами, призванными пояснить зрителю, что происходит между этими выстрелами и взрывами. Простите за беспокойство. В общем, в двух словах, крутые миры — это микс из знаменитых видов Парижа, уличных стычек, недовольства существующими порядками, копов под прикрытием, террористической угрозы и, наконец, взаимоотношений полиции и иностранных спецслужб. На этом всё, спасибо за внимание, удачи. Это же самое незначительное, что заставило бы кого-то... I should've known when I met her back in Midtown, at Dogwood, when I was going through a rough patch, but it's all good. I even told about the dog times I had in childhood, when we were driving off an I-10 in Kirkwood. Now all that time I never get it back, you wanted that, used to hate when I didn't want to hang, I noticed that, used to talking about your ex...